МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо известно, что весело шумящий на столе самовар издавна был прекрасным средством борьбы и с глухой тоской без причины, и с угаром неотвязных дум. Глухая тоска без причины и дум неотвязный угар. Давай-ка наколем лучины, раздуем себе самовар. А вот когда и где появился первый самовар, об этом история умалчивает. Известно только, что первое упоминание самовара в исторических документах приходится на середину конец 18 века, когда и устройство самовара, и принцип его работы уже окончательно сформировались. Кстати, первые самовары были сравнительно небольшими по размерам и имели съемные ножки, так как чаще всего использовались в походных условиях. Вначале самовары изготавливались из красной и зеленой меди и мельхиора, но позже стали использовать и более дешевые сплавы, типа латуни. Были, правда, и самовары, которые изготавливали из драгоценных металлов – серебра и золота. Формы самоваров тоже были самыми разными, только в одной Туле, издавна считавшейся своеобразной самоварной столицей, их было более 150 видов. Наиболее распространены были самовары объемом 3-8 литров, хотя выпускались самовары большего объема, рассчитанные на большее количество людей – по 12, 13, 14, даже 15 литров. Кстати, стоимость самовара определялась в зависимости от его веса. Чем тяжелее самовар весил, тем больше была его цена. Нам ничего неизвестно о том, выпускались ли самовары в Старой Самаре. Но вот в том, что они были почти в каждом доме, можно не сомневаться. Поэтому совсем нередкой была картина, так описанная классиком. Смеркалась на столе, облистая, шипел вечерний самовар. Китайский чайник, нагревая под ним, клубился легкий пар. Вы знаете, что блины живут уже более тысячи лет. С самого, что называется, древнеславянского ап-ово. Они появились на белый свет раньше русской истории. Пережили ее всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения. Выдуманы так же, как и самовар русскими мозгами. В антропологии они должны занимать такое же почтенное место, как трехсоженный папоротник или каменный нож. Если же у нас до сих пор нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними. Что касается меня, то я почти уверен, что многоговорящие старики блины, помимо кулинарии и чревоугодия, имеют и другие конечные цели. Кроме тяжелого, трудноперевариваемого теста, в них скрыто еще что-то более высшее, символическое, быть может, даже пророческое. Но что именно? Не знаю, знать не буду. Это составляло и составляет поднесть глубокую непроницаемую женскую тайну, до которой добраться так же трудно, как заставить смеяться медведя. Да, блины, их смысл и назначение – это тайна женщины. Такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Разлитый Ольгиной рукою, уже душистую струею, по чашкам темный чай бежал и сливки мальчик подавал. А это значит, что самое время сказать несколько слов о том, без чего и самовар не был бы самоваром, а чай. Чайная торговля в России на рубеже 19-го и 20-го веков отличалась высочайшей степенью развитости. А годовые обороты чай торговых фирм составляли сотни миллионов рублей. Петр Боткин и сыновья, Караван, Грибушин и многие другие чай торговые фирмы составляли конкуренцию друг к другу и заставляли поддерживать чайное дело на должном уровне. Но, пожалуй, самыми именитыми в русской чайной торговле стали купцы династии Губкиных, девиз которых, провозглашенный родоначальником династии Алексеем Семеновичем Губкиным, звучал так. «Наилучший продукт по самой дешевой цене в любом месте и в любое время». Этому девизу следовал и внук Губкина Кузнецов, фамилию которого можно прочесть вот на этой чайной коробке. Широкой популярностью пользовалась и другая чайная фирма Высоцкий И.К., сделавшая популярной эту фамилию в России задолго до появления на свет Владимира Высоцкого, который, кстати, в одной из своих песен рекомендовал всем любителям крепких напитков. «Будут сводку и дебаты? Отвечай!» «Нет, ребята-демократы, только чай!» Если же говорить о самарских чайных торговцах, то здесь конкуренция тоже была развита довольно сильно. Продавался чай разных сортов, выращенный в разных странах, в специальных металлических и деревянных упаковках. Одним из самых известных в Самаре чайных торговцев был владелец фирмы Кондратья Семенов и сын. Но дремать ему было некогда и слева, и справа его то и дело теснили другие самарцы, боровшиеся за место под чайным солнцем. Со времен доисторических русская женщина свято блюдет тайну печенья бледов, передавая ее из рода в род не иначе, как только через дочерей и внучек. Если, храни бог, узнает ее хоть один мужчина, то произойдет что-то такое ужасное, чего даже женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь, ни одна женщина не выдаст вам этого секрета. Как бы вы дорогие ни были, и как бы низко она ни пала. Упить или выменить секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в пылу страсти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение тысячи лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина. Как пекут блины? Неизвестно. Об этом узнает только отдаленное будущее. Мы же, не рассуждая, не спрашивая, должны есть то, что нам подают. Это тайна. А теперь поговорим о сладостях. Потому что, какой же чай без конфет, бисквитов и хрустящей соломки. Тем более, что всего этого было достаточно и на прилавках магазинов и лавочек, и на столах у гостеприимных хозяев, ожидавших гостей у пышущего самовара на столе, где возвышались горками бублики, баранки, конфеты и печенья. Одним из самых известных сладких торговых домов в России было товарищество абрикосов и сыновья, просуществовавшее вплоть до 1919 года. Вот это хрустящая соломка, бисквиты для детей, печенья Петр I были мечтой тысяч и тысяч сладкоежек. А вот это печенье выпускало ничуть не менее известное московское товарищество Эйном. Оно было основано Фердинандом Теодором фон Эйном. Продукция этого товарищества и сама торговая марка были настолько популярными, что даже после переименования фабрики в Красный Октябрь в скобках на упаковках с продукцией еще долго писали бывшая Эйном. А у нас Самарских собственная гордость. Халва паровой фабрики Савинова. Москва Самара. Кажется, какая бы разница, чьи есть конфеты и печенья. Но нет, каждый кулик свои собственные сладости хвалит. Я не знаю, в чем состоит процесс печенья блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священное действие, мне несколько известны. Тут много мистического, фантастического и даже спиритического. Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия, то, согласитесь, тогда непонятны были бы ни эта таинственность, ни страдания. Очевидно, что-то есть, и это что-то тщательно скрыто. Глядя на дам, следует все-таки заключить, что в будущем блинам предстоит решение какой-либо великой мировой задачи. А теперь скажем несколько слов о том, что еще кроме конфет и печенья могло быть на столах у самарцев мед липовый ароматический, рыба соленая морская, а еще масло высшего сорта лебавской маслобойни. Кажется, даже сегодня, через век с лишним, после того, как все это было съедено и выпито, аромат липового меда ароматического еще не выветрился совершенно и доносится из той другой жизни дразня воображения и аппетит, после чего отжимки можно отдать на кухню людям. А вот, что писали самарские газеты на следующий день после одной из маслениц. Вот и отошла масленица с несметным количеством блинов, съеденных самарцами и литрами выпитого чая. Остались тоска и уныние. Что ж, не все коту масленица. Впрочем, не станем предаваться унынию, ведь с одной масленицей придет другая, и на столе вновь появятся шипящие самовары, чай, конфеты, и польются многочасовые разговоры о близких выборах, о сахарном заводе, о неурожаях и о планах на будущее. А там весна, а за весной непременно будет лето. За верность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша, а вось и распарит к ручину хлебнувшая чаю душа. С вами был Михаил Перепелкин. Перепелкин.